Слушай, ну, во-первых, что будет? Ничего не будет. Так он онлайн и останется, да? Можно. Я думаю, что это оптимальный вариант, который устроил бы украинскую сторону полностью. Потому что видеть эти отвратительные морды российских гауляйтеров, то, по-моему, это намного легче терпеть по скайпу. Потому что даже наши старцы, основатели независимой Украины 1991 года, даже они после общения с этими товарищами начинают фонтанировать такими идеями, что как бы пообщались там несколько раундов. И вот эти вот бредни, которые они транслировали до этого, они как-то сразу трансформировались. Потому что там, ну, как бы, вот эта вот российская гопота, она без вот этого пиетета относится к ними. Понятно, от них требуют, чего может создать им государство Украины. Слава богу, у них и полномочий на это сейчас нет. Потому что за все отвечает Зеленский. А по поводу минского формата, ну, слушай, 6 лет это длится. Где это будет происходить, не имеет никакого значения. Почему сейчас звучат такие разговоры, перенести эту площадку из Минска, допустим, в Вену или в Швецию куда-нибудь. А россияне автоматически против. Потому что они прекрасно знают, что гауляйтерам никто не даст визу. А они хотят для того, чтобы, как бы, делать вид, что их там нет. Потому что я до сих пор удивляюсь, что некоторые российские органы, они, знаешь, как расшифровывают трехстороннюю контактную группу? Они расшифровывают Украина, Луганда и Луганда, как бы. Хотя, ну, как мне кажется, ну, если Следственный комитет, который против НАСА расследует какие-то уголовные дела, в своих официальных релизах это пишет, то, ну, то, что они могут не разбираться в этом, неважно. Но они транслируют то, что они хотят видеть. Ну, и поэтому вопрос стоит в том, что если, соответственно, это будет в Вене, то действительно трехсторонняя контактная группа будет выполнять свою миссию. ОБСХ, Украина и Россия, где можно найти, если хотеть, какое-то решение этой проблемы. Но никто этого не хочет. В частности, Россия, у них цели неизменны с 2014 года. Они хотят предложить Украине федерализацию со всеми вытекающими последствиями. А для тех дебилов, которые думают, что не все так однозначно в нашей стране, есть пример. Опять же, оккупированный восток Украины, где теперь есть граница между Луганском и Донецком, освобожденных от Украины. Ну, вот и все.